Девушки отдыхают Девушки отдыхают Аллилуйя, Иисус живой Смерть побеждена И победа нам дана Агнец Божий жив Он воскрес Он воскрес Аллилуйя Он воскрес Аллилуйя Аллилуйя Он воскрес Аллилуйя Аллилуйя Иисус живой Смерть побеждена И победа нам дана Агнец Божий жив Он воскрес Он воскрес Аллилуйя Иисус живой Смерть побеждена И победа нам дана Агнец Божий жив Он воскрес Он воскрес Он есть Альфа и Омега Он начало и конец Агнец Божий Он воскрес Аллилуйя Иисус живой Смерть побеждена И победа нам дана Агнец Божий жив Он воскрес Он воскрес Аллилуйя Иисус воскрес Он воскрес Он воскрес Аллилуйя Иисус воскрес И выходите на другой буклет или скидываете просто до конца. Вы готовы? Доброе утро! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы поклоняемся Святом Святым Субтитры создавал DimaTorzok О, Боже, Израиля! 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 Субтитры создавал DimaTorzok О, Ты великий, Ты прекрасен и великий, И другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты великий, Ты прекрасен и великий, И другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. О, Ты великий, О, Ты великий, Ты великий. О, Ты великий, О, Ты великий. О, Ты великий, О, Ты великий. Ты избавила меня через кровь, мне дан венец царя. От власти греха ты избавил народ твой, в свой чудный свет призвал. Твоя кровь искупила набег через кровь. Ты заключил замен, святое, святым я тебе поклоняюсь, Иисус, ты мой Господь. Святой Господь. Еще. Агнец Божий свят. И дух мой Божий с твоей святостью объяв. Агнец Божий свят. 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 Святое, святым я Тебе поклоняюсь, Иисус Ты мой Господь, святой Господь. Ешуа, Агнец Божий, святый, и Дух мой Божий Твоей святостью объят. Ешуа, Агнец Божий, святый, и Дух мой Божий Твоей святостью объят. Твоя кровь омыла меня Твоя кровь. Омыла меня Твоя кровь. Твоя кровь омыла меня Твоя кровь. Аллилуйя, Твоя кровь, Господь, Твоя кровь о тебе, Иисус. Мы любим тебя, Господь, благодарим Иисуса. Иисус, Ты мой хлеб. Иисус, Ты мой покой. Иисус, Ты мой свет. Иисус, Ты мой Господь, Моя жизнь и надежда моя. Иисус, Ты мой хлеб. Иисус, Ты мой покой. Моя радость и сила моя, Иисус. Моя радость и сила моя, Иисус. Иисус, Ты мой свет. Иисус, Ты мой Господь, Моя жизнь и надежда моя. Моя жизнь и надежда моя. Только Ты. Моя жизнь и надежда моя. Ты наша надежда, Господь. Ты наша жизнь, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за кровь пролитую. За Твой подвиг, Господь, который Ты сотворил, Господь, так давно, Господь. Но мы хотим помнить его сегодня, Господи. Мы хотим чтить имя Твое Святое, Господь. Мы хотим поклоняться Тебе в Духе и истине, Господь. И провозглашать Твое имя, Господь, в наших домах. И, Господь, призывать кровь Иисуса Христа на каждого из нас. Господь, спасибо Тебе за кровь пролитую, Господь. За Твою защиту, за Твое покое. Благодарим Тебя, Господь. Что кровью Твою, Господь, мы искуплены, Господь. Дорогой ценой, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господи. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Господь, мы поклоняемся, превозносим имя Твое. Благодарим Тебя, Дух Святой, за нежное присутствие Твое. Господь, что Ты говоришь к нашим сердцам, Господь, Ты обращаешься к нам. Мы, Господь, сегодня желаем слышать Тебя отчетливо, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, что Ты, Господь, открыл новый путь. Путь живой, Господь. Через завесу, через плоть Твою, Господь. Через кровь Твою, пролитую за нас. Господь, что мы уже не сироты, Господь. Мы приняты Тобой дети великого Царя. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты наша жизнь, Ты наш хлеб, Ты наше вино, Господь. Ты наша слава, Ты наше знамя. Ты наша победа, Господь. Ты наша любовь. Ты смысл нашей жизни, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы славим Тебя, Иисус. Превозносим Тебя, Царь Царей. Благодарим Тебя, Господь. В этот особенный вечер, Господь. Господи, в этот вечер воспоминаний, Господь, подвига Твоего. Мы преклоняемся перед Тобой, Господь. Мы почитаем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы помним, Господь. Мы не забываем, Господь. Потому что, если бы не Ты, если бы Ты не умер за нас, Господь. Если бы Ты не воскрес для нашего оправдания, где бы мы были сегодня, Господь. Но Ты, Господь, всё устроил, Ты всё усмотрел, Ты всё приготовил наперёд, тысячи лет наперёд для нас, Господь. И мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь. Пусть сегодня Твоя кровь, она омоет нас, Господь. Пусть она очистит сегодня нас. Господь, осветит и окропит нашу совесть от всякого пятна и порока, Господь. Пусть Твоя кровь сегодня живая, она изливается, Господь, в наши тела, наши души очищает наш Дух, Господь, от всякой скверны, Господь. Мы хотим быть чистыми, омытыми кровью Твоей, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты явился не просто прикрыть грех, но его уничтожить. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Господь, и мы, Господь, благодарим Тебя за уничтожение греха в нашей жизни, Господь, за победу Твою. Господь, не просто, Господи, наигранную или по кабутке, Господи, на настоящую, Господи, победу существенную, реальную в Твоей крови. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя. Господи, молим, давайте мы помолимся за нужды. Господь, благодарим Тебя за этих людей, Господь, и просим, чтобы, Господь, Твоя кровь также была эффективна в этих жизнях, Господь. Просим, чтобы Ты прикоснулся, Господь. Просим, чтобы, Господь, Твое спасение пришло в эти семьи, в дома. Господь, чтобы пришло воссоединение, единство в духе, Господь. Просим, чтобы Ты сам позаботился и устроил все во имя Иисуса Христа, по богатству славы Твоей, Господь. Мы благословляем, Господь, всех людей, о которых здесь упомянуто в этих записках, Господь. Пусть придет Твой божественный порядок, Господь, во взаимоотношения, Господь. Пусть будет устройство, Господь. Здесь список людей, Господь, их очень много. Ты знаешь каждого по имени. Мы молим, Господь, чтобы спасение пришло. Это, Господь, не первый раз, что эти люди уже упоминаются перед Тобой. Мы просто, Господь, напоминаем, взываем перед престолом благодати Твоей. Поставляем их, Господь, перед Твоими святыми очами, Господь. Просим, чтобы, Господь, Твоя рука, она, Господи, нашла их, Господь, чтобы Твое слово, оно нашло их, Господь, обратило к себе во имя Иисуса. Мы благословляем, Господь. Просим полного, окончательного выздоровления, Господь, нашей сестры Жени во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, что у Тебя есть решение, у Тебя есть ответы, Господь. Мы благословляем именем Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебя, благодарим Тебя, Господь. Просим, чтобы Ты, Господи, здесь записка о том, чтобы помолиться, чтобы сын Николай приехал в Америку на лечение. Господь, мы благословляем Николая, Господь, и просим, чтобы Ты там прикоснулся, где он сегодня есть. Господи, если воля Твоя, чтобы он сюда попал, да будет устройство в этом во имя Иисуса Христа. Просим, Господь, чтобы Ты обустроил во имя Иисуса Христа, Господь. У Тебя есть решение, у Тебя есть благо, Господь, благие намерения. Мы доверяем Тебе, Господь. Мы благословляем, Господь, зятя, Романа, Господи. Просим, чтобы Ты избавил от алкогольной зависимости, Господь. Просим, чтобы, Господь, всякая зависимость, она, Господи, была разрушена и разбита в этой жизни, Господь. Молим, Господь, чтобы свобода пришла, Отец, во имя Иисуса, Господь. Благослови, благослови, Господь, благослови Мишу, Инну, благослови эту семью. Просим, чтобы Ты спас их во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Также молимся, Господи, за содействие, Господь, в том, чтобы квартира, которая там покупается для внучки в Украине, Господи, было Твое устройство при этом, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, благословляем, Господь, также маю, которой предстоит операция на глаза. Завтра, Господь, просим, чтобы Ты прикоснулся. Просим, Господь, чтобы все прошло успешно. Во имя Иисуса, Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Иисус. Господь, мы благословляем эту страну также. Мы вчера праздновали День независимости. Господи, победу. Господи, мы благодарим Тебя, что можем сегодня еще исповедовать Твое имя, Господь, благоведствовать на улицах. Господь, что сегодня в этой стране мы имеем право это делать. И мы молим, Господь, чтобы это право не было отнято у нас, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Мы молим, чтобы эта страна, Господь, она знала Тебя, слышала Твой голос, Господь, и отреагировала на зов Твой, Господь, на проповедь Евангелия во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим, чтобы, Господь, эта страна не была никогда независима от Тебя, Господь Чтобы, Господь, она прилепилась к Тебе в полной зависимости от Тебя во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, Господь Благослови, Господь, благослови, Господь Также благословляем Израиль, Господь, Иерусалим, Господь, народ еврейский, Господь Господи, пусть Твоя благодать придет, Господь, пусть Твой мир почит, Господь, пусть спасение придет. Мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса и за все Тебе слава, честь, благодарение, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Можем поклониться нашими приношениями, Господу. Мы благодарим Тебя также, Господи, за Твою заботу, Господь, за то, что Ты греешь, питаешь народ Твой, не оставляешь нас, Господь, снабжаешь нас работами, Господь. Благодарим Тебя, Господи, и просто по Слову Твоему приносим в Храм Твой, Господь, от избытка благодарности нашей, Господи, эти приношения. Просим, чтобы Ты благословил, Господь, просим, чтобы Ты, Господь, усмотрел во имя Иисуса. Каждый, кто нуждается сегодня, Господь, в обеспечении, Ты, Господь, приди, Ты, Господь, встреть, Ты обустрой по богатству славы Христом Иисусом, Господом нашим. А мы благодарим Тебя, Господь. Аминь. Аллилуйя, Иисус живой, Смерть побеждена, И победа нам дана, Огнец Божий жив, Он воскрес, Он воскрес. Аллилуйя, Иисус живой, Смерть побеждена, И победа нам дана, Огнец Божий жив. Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, Он есть Альфа и Омега, Он начало и конец. И граждан белее снега, Жизни вечный дан венец, Огнец Божий жив. Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, Аллилуйя, Иисус живой, Смерть побеждена, И победа нам дана, Огнец Божий жив. Он воскрес, 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 Аллилуйя, Иисус живой, Смерть побеждена, Огнец Божий жив. Он воскрес, Он воскрес, Аллилуйя, Иисус живой, Смерть побеждена, И победа нам дана, Огнец Божий жив. Он воскрес, Он воскрес, Аллилуйя, Иисус воскрес, Аллилуйя, Слава ему, Аллилуйя. Он воскрес, Аллилуйя, Слава ему, Аллилуйя, Иисус жива, Слава ему, Аллилуйя. Продолжение следует... Один из Псалмов говорит, что я лучше буду в Доме Божьем, чем жить во дворцах нечестия. И я всегда рад быть в Доме Божьем в Бет-Шаломе. Аллюлуйя. Наша домашняя церковь. Прекрасно быть здесь. Особенно, когда я имею привилегию и честь делиться с вами из Божьего Слова. Я начну. Я очень рад. Кто рад сегодня? Служим ли мы великому Богу? Бог наш, Он великий, святой и удивительный. Но это не часть моей проповеди. Я так рад, потому что Бог так много дал нам. И Библия говорит, что наше богатство во Христе, оно просто неизмеримо. И это просто верхушка айсберга. Бог, Он настолько щедрый и удивительный. И Его любовь ко всем нам она намного глубже, чем мы можем даже себе представить. И Он знает каждого из вас по имени. И Он глубоко заботится о каждом одном из вас. Сейчас я начну свою проповедь. Перед тем, как Иисус начал Своё служение, Бог был в процессе приготовления одного человека. И Его описывают как тот, который пришёл перед Мессией. И Его имя было Иоанн Креститель. И Бог сам приготавливал его для этого очень важного служения. Он был, если вы хотите, херал, который был готов дуть в трубу, чтобы сказать, что Мессия грядёт. Мессия грядёт. Приготовьте путь. Приготовьтесь, потому что Он грядёт. Однажды еврейские религиозные лидеры пришли, чтобы навестить Иоанна Крестителя в пустыне. И они спросили его, Кто ты? Кто ты? И Иоанн Креститель просто сказал, Я глаз вопиющего в пустыне. Сделайте прямимые пути для Господа. И, конечно, он цитировал пророка Исаия, 40 главу, 3 стих. Это то, кем был Иоанн Креститель. Голос одного, который кричит в пустыне. Бог приготовил одного человека для этого очень важного служения. Потому что Бог знал, что одного человека будет достаточно для этой работы. Потому что Бог, Он посылал Иисуса к нации Израиля. Иисус пришёл к евреям, иудеям, иерусалима. Это были люди, один народ. С одной культурой. С одной религиозной верованием. И, между прочим, они все знали Писание. Соблюдали ли они закон или нет, но они знали Писание. И Иоанн Креститель исполнил своё служение. Он сделал это, и это было сделано. Тем не менее, мы сейчас живём в новом времени. Это время благодати. И когда было достаточно одного голоса, вопиющего в пустыне. Сейчас Бог требует, чтобы было много голосов, которые бы восклицали к Нему. Ни один голос. Но много-много голосов. Как море покрывает землю. И почему это так? Потому что мы имеем Новый Завет. Бог по Своей милости открыл нам Своё Царство. Он открыл Своё Царство каждой нации, народу и языку. Сегодня Бог призывает каждого верующего чтобы мы были свидетелями для Него. Не все призваны быть пастором. Не все призваны быть учителем. Не все призваны быть евангелистами. Но каждый верующий, он призван быть свидетелем для Христа. И Бог будет давать каждому одному из нас много-много возможностей в течение нашей жизни. Чтобы быть тем светом и той солью, о которой Иисус говорил. Чтобы быть живым примером любви Христа на этой земле. И Бог хочет использовать каждого из нас. Сейчас это время. Понимаете ли вы, что Иисус, Он очень близко, Он просто у дверей. Я скажу опять. Иисус у дверей. И Он очень близко, чтобы вернуться назад. И когда Он вернется, Он будет искать работников в Его виноградниках. И Он будет искать людей, которые заняты тем, что они делают Божью волю. И это имеет смысл. И нет большей радости для верующего делиться своей верой с неверующим. И видеть, как Бог начнет работать в жизни этого человека, когда мы будем делиться с Ним Божьим Словом. Давайте откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 главу. С 14 стиха. Иисус говорит, Иисус говорит, Иисус смотрел на столетия, которые не сего двора. Которые были впереди. Даже в этот день, в который мы живем сегодня. И Он знает каждого одного, кого Он призовет. Другие овцы. Не сего двора, как Он говорит. Но будет одно стадо и один пастырь. Бог, Он заботится о людях. Иисус сказал, Иисус сказал, Я не пришел, чтобы мне служили, но чтобы послужить. И отдать жизнь мою за многих. Amen. Мы все знаем великое поручение. Давайте откроем Евангелие от Марка, 16 главу. И начнем с 15 стиха. Иисус сказал, Иисус сказал, Иисус сказал, И сказал им, Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут, и сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова, последующими знамениями. Аминь. Notice that key verse, it's a key phrase, it says, To those who believe in my name, these signs shall follow. Знаете, ключевое слово здесь о верующем во имя Мое. Эти чудеса будут веровать, кто будет веровать, это будет, эти чудеса и знамения будут следовать. To those who believe in my name. Те, кто будут веровать во имя Мое. Кто верит сегодня в Иисуса? Is there any hands, I see some that aren't raised. Я вижу некоторые руки, которые не подняты. Okay, so, I mean, we all believe, right? Мы все верим, так? Well, Jesus says, this is the Great Commission. Go, walk and preach my gospel. That's what he's telling us. Идите и проповедуйте Мое Евангелие, это то, что Он говорит нам. In Matthew chapter 28. In Matthew chapter 28. In verse 18. 18. Jesus said, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And, lo, I am with you always, even to the end of the age. This command is pretty specific, it's not ambiguous, it's very straightforward. Это повеление, оно довольно-таки специфичное, оно не ясное, оно очень ясное. Ну, кто-то может сказать, ну, все, что Иисус говорил, было важно. Well, you know, when Jesus wanted to emphasize something that was important, He would often begin with, Verily I say to you, or assuredly I would say to you. Когда Иисус хотел подчеркнуть что-то, что было очень важно, Он говорил, подчеркивал это, говоря, истинно, истинно говорю вам. Sometimes Jesus would repeat something frequently or often, and He's emphasizing how important it is. The very last thing that Jesus said to His disciples before He ascended into heaven can be found in Acts chapter 1. And I would regard this as something very important, because this was the very last thing that Jesus told His disciples before He left them. And starting in verse 7, Jesus said, It is not for you to know the times or seasons which the Father has put in His own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Он же сказал им, It is not for you to know the time or the time, which the Father has put in His own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and what was the purpose of that power? What was the purpose of the Holy Spirit coming down on the disciples on the day of Pentecost? What was the purpose? Какая была цель того, что Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы? Какая была цель? Well, one of the most foremost important reasons why the Holy Spirit empowered the Apostles and disciples и один из наиважнейших причин почему Дух Святой сошел на учеников и на апостолов он прямо здесь написан и будете моими свидетелями до конца земли до края земли that's one of the main reasons why the Holy Spirit comes to dwell inside of us to empower us to give us boldness to speak the word with boldness with conviction with sincerity with love I can't emphasize enough how important the Holy Spirit in our lives is and how let me put it to you this way without the Holy Spirit in our lives we would have very little effect we would be truly ineffective as being God's witnesses on this earth how many people understand what I'm saying the Holy Spirit is the one that speaks to us Дух Святой тот который говорит к нам through the Holy Spirit we have the gifts of the Holy Spirit через Духа Святого мы имеем дары Духа Святого and these gifts are not only operative in the body of Christ and for the Holy Spirit of the body of Christ but also for when we go out to minister to unbelievers out in the world the word of wisdom the word of knowledge the word of wisdom the word of knowledge the gift of miracles the gift of miracles the gift of prophecy дар пророческий these are just some of the gifts of the Holy Spirit that enable us to be effective witnesses for Christ это только некоторые дары Духа Святого которые делают нас эффективными свидетелями для Христа and the gospel so what is the message what is our message what is the message that Jesus wants us to share with the world what is it что такое что Иисус хочет чтобы мы делились с этим миром что это well very simply the gospel the word gospel means good news очень просто Евангелие значит благая весть but what is the good news что такое благая весть what has Jesus accomplished что Иисус сделал что Он сделал how have things changed как все поменялось under this new covenant that we have в этом новом завете который мы имеем well let's just read some of the things that Jesus did some of the things давайте прочитаем некоторые вещи которые сделал Иисус in 2 Corinthians chapter 5 verse 21 2 Corinthians 5 глава 21 стих we read that God made Him Jesus who knew no sin to be sin for us that we might achieve the righteousness of God in Him God made Him who knew no sin to be sin for us for so that we might become the righteousness of God in Him 2 Corinthians 5 that's what we want Jesus who was sinless was pure holy righteous became a sin sacrifice He took upon Himself the sins of the whole world and became sin for us the punishment that we deserve Jesus took it He took it in full measure He completely He took it that's just one of the things that Jesus did for us this is good news because we don't have to pay for the penalty of sin because we don't have to pay for the penalty Jesus paid the price let's see what else that Jesus did in the same chapter by the way in verse 17 Paul writes therefore if anyone is in Christ he is a new creation all things have passed away behold all things have become new 5.17 5.17 2.15 5.17 Итак кто во Христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое так что если вы приняли Иисуса в свою жизнь и вы провозгласили Его своим Господом и Спасителем Библия Библия провозглашает что вы новое творение и в Евангелии и в Евангелии от Иоанна 5 глава написано что мы перешли из смерти в жизнь давайте откроем это Иоанна 5 глава 24 стих most assuredly I say to you he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life истинно истинно говорю вам слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь это благая весть мы однажды понимали мы это или нет но мы были духовно мертвы и Иисус сказал что когда мы рождаемся свыше мы переходим из смерти в жизнь некоторые переводы в некоторых переводах написано новая жизнь но как может быть новая жизнь если это была смерть то есть правильная трансляция это то что мы перешли из смерти в жизнь правильно? это благая весть и вы новое новое творение понимаете вы это или нет но вы новое творение и вы принадлежите небесам и вы ребенок царя и на небесах вас ждет просто царское одеяние одежды праведности которые вы будете носить и у Бога есть также короны кто может сказать мне кто носит короны? кто может сказать мне кинкс цари носят короны тем не менее корона ждет вас неудивительно ли это? Бог изливает такую любовь на нас мы не можем даже постичь этого давайте посмотрим что еще Иисус сделал для нас от Иоанна шестая глава как я сказал до этого когда Иисус хочет подчеркнуть важность он или повторяет что-то и в этой главе шестая глава от Иоанна он повторяет определенную фразу четыре раза шестая глава 39 стиха Иисус сказал This is the will of the Father who sent me that all he has given me I should lose nothing but should raise it up on the last day raise it up on the last day воскресить воскресить в последний день that's talking about resurrection здесь он говорит о воскресении resurrection of life воскресение жизни okay this is good news это благая весть we're going to be resurrected as Jesus was resurrected мы будем воскресены точно так же как Иисус воскрес иисус повторяет эту фразу четыре раза здесь в шестой главе я не буду читать все четыре стиха но я скажу вам какие-то стихи и вы можете дома посмотреть the one we just read was verse 39 39 который мы только что прочитали verse 40 40 44 44 and verse 54 who agrees who would say that that's good news that is good news and Jesus stressed it he says you know I'm not gonna all that the father gives me I will lose none but I will raise them up on the last day Jesus said that everyone that God the father has given him he will lose none of them but he will raise them up on the last day this is good news and John chapter 10 verse 10 Jesus said this the thief does not come except to steal and to kill and to destroy I have come that they may have life and that they may have it more abundantly abundant life abundant life what could be better than that where is that in heaven no it starts right here we have abundant life here and we need to start enjoying abundant life God wants you to know that you're blessed people God wants you to know that you are favored and God God wants you to know that you have an inheritance you are co-heirs with Christ how about that what does that mean that means that everything that Jesus has all his wonderful things you will share with him he's going to share his kingdom and his possessions and his wonders of the universe with you this should cause us to have great joy we need to stop looking at the circumstances around in our lives the things that would try to drag us down and make us depressed and ask God to help us to see with spiritual eyes to see the things that are unseen in this world this is all good news this is the message that Jesus wants the world to know there are many people walking around right in our community they are lost many of them are hopeless many of them are I don't know about many but certainly there are people who are even considering suicide as a solution to their problem which reminds me not too long ago we were out evangelizing on King's Highway and East 15th Street and while we were there I got word that somebody had just killed themselves jumped in front of a train and killed them and ended their life and when we were there we just realized that someone had to leave from the platform and wanted to live to kill and kill at first I thought it must have happened I assumed that it happened right there at the King's Highway station but I realized it couldn't have happened there because there were no emergency vehicles there and there was no screaming or anything like that it probably happened a few stations away but the thing that I thought was this this was my thought if only I had met this person before they went into the train station perhaps things would have been different it's very sad it breaks my heart and you know there's many young people in this world that we live in that when they fail to make their goals in life and when they fail to make their goals in life they consider themselves a failure and many of them they kill themselves and many of them they kill themselves this is very sad this is tragic and we can have an impact and we can have an impact we can make a difference in this life if we're willing to take God at his word if we're willing to step out in faith and make steps in faith because God doesn't call us to do something that he knows we can't do he knows that we can accomplish his will with his help he's given us the Holy Spirit remember the Holy Spirit will enable us to do things in the supernatural realm and if you remember if you read the book of Acts which you should do often you will see that it talks about signs and wonders happening when the apostles preached the word of God there were signs and wonders that followed and this is how God designed it and this is how God designed it one of the ways that God lets people know that the message is 100% true is that miracles signs and wonders will follow those that are bringing the message people get saved and that's a miracle in the book of Acts houses were shaken while the apostles were praying for boldness not only was the house shaken but they began to preach the word of God with all boldness after Paul and Silas was arrested in Philippi for preaching the word of God they began to sing and praise God in the prison and what happened well I could tell you from my viewpoint God didn't appreciate that he didn't appreciate the fact that they were locked up so you know God he decided to do something about it and he let a big earthquake happen and he let a big earthquake happen the doors of the prison flew open and the doors of the prison flew open the shackles on their hands and feet fell off and the jailer was about to kill himself because he feared the prisoners escaping and the jailer was about to kill himself что мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Это сила Евангелия Иисуса Христа в действии. Кто-то может не сказать, но Доминик, это произошло 2000 лет назад. Что сегодня? Но я хочу вам сказать, что сегодня это то же самое. Божье Слово, оно не изменилось. И Божье Слово, оно абсолютно истинно. Мы можем стоять на Божьем Слове и провозглашать это с полной уверенностью. И Евангелизм, это не просто раздавать трактаты. Хотя это часть этого. Но это намного больше, чем это. И Евангелизм, это достигать людей. И пытаться включить их в разговор. Павел был тем, который пытался убедить людей. Он пытался просто поймать их, как сказать, для Евангелия своими убеждениями. Убеждая их. Мы также должны говорить Божье Слово в истине и с любовью. И также, я хочу сказать это. Помните человека, которого звали Легион, и у которого было много демонов, и Иисус освободил его? Этот человек, у него столько было бесов в нем, что бесы называли себя именом Легион. Но даже все бесы в аду, они не могут устоять против имени Господа Иисуса Христа. И у вас есть также Дух живого Бога, который живет в вас. И когда этот человек был освобожден, Он просил Иисуса, позволь мне идти с тобой. Но Иисус сказал ему, Иди в свой город, к своим друзьям. И скажи им, что Господь сделал для тебя сегодня, и как Он имел милость к тебе. В этом случае, Евангелизм, это было, для него, его свидетельство было евангелизацией. И это было очень сильное свидетельство, потому что каждый человек в городе знал этого человека, кем он был раньше. Они все знали Его, и они не проходили тем местом, где Он был, чтобы избежать Его. Но Иисус сказал, иди обратно в свой дом. И скажи им, что великое сотворил Господь для тебя сегодня. И как Он помиловал тебя. Милость, сострадание. Бог хочет, чтобы люди, они знали, что Он очень сильно любит их. Многие люди в этом мире, они или ложно информированы, или они вообще просто неинформированы. Относительно Евангелия, Иисуса Христа и Его Евангелия. И Бог, Он дает нам ключи. И у нас есть огромное просто богатство. И Бог благословил каждого одного из нас просто очень-очень много, разным образом. Но Бог благословляет нас, чтобы мы могли делиться этим благословением. Бог спасает нас, чтобы использовать нас. Помните, Павел говорит про сосуды. Сосуды почетного употребления и более низкого употребления. Думайте о себе как о сосуде. И мы можем позволить, чтобы Бог использовал нас. That He can just simply, a vessel doesn't answer back or say, you know, I'm too busy. Знаете, сосуд, Он не отвечает и не говорит, я слишком занят. This is a vessel. Это сосуд. This vessel does what I want it to do. И этот сосуд делает то, что я хочу, чтобы он делал. I didn't have a tug of war with it. I didn't struggle with it. I didn't have a tug of war with it. I didn't have a tug of war with it. I didn't have a tug of war with it. I didn't have a tug of war with it. I didn't struggle with it. чтобы мы просто были сосудами послушными, верными сосудами чистыми сосудами чтобы мы не были своевольными и наша молитва должна быть пусть не моя воля будет, Господь но Твоя воля будет, в моей жизни и это то, что Господь хочет услышать от Своих людей не моя воля, Господь но Твоя воля, да будет Твоя воля явлена кто-то может мне сказать, ну Домоник, ты говоришь про апостолов, ты говоришь про Павла ну конечно, эти были апостолы, они были помазанными и это частично так но мы все помазаны и Бог послал нас всех, чтобы мы были Его верными свидетелями в этой жизни представьте, если бы у апостола Павла было такое отношение и Бог послал Ананиас к ним и говорит Ананиас, он мой выбор, и я буду использовать его и когда он прозрел опять, он получил обратно свое зрение Павел представьте себе, что когда он прозрел, он скажет ну для меня это слишком тяжело звучит слишком тяжелая работа для меня я не знаю, если мне нравится такое поручение слишком много путешествовать и слишком многим жертвовать это не слишком-то хорошо звучит для меня может быть, я частично буду это делать или может быть, когда мне это удобно или может быть, я вообще не буду это делать ну где бы мы были сегодня, если бы у Павла было такое отношение апостол Павел, один человек он не отличался от нас и единственная разница в том, что он полностью посвятил всего себя господству Иисуса Христа и в этом есть разница и поэтому Павел сделал так много великого он написал больше, чем половина Нового Завета и он много церквей создал в Азии во всей Азии и во многих других местах и многие люди спастись в его служении и это было просто потому, что Павел сказал да, Господь, да я буду твоим сосудом я сделаю то, что ты хочешь, чтобы я сделал и подумайте, каким другим был бы мир сегодня если бы каждый христианин в этом мире он бы сказал, да, Господь пошли меня и я пойду, куда бы ты ни послал меня и я буду делать, чтобы ты ни попросил меня делать и вы можете сказать, ну, ты не имеешь в виду это но я, да, я так считаю и вы должны очень понять, что это очень важное Бог не заинтересован, чтобы что-то у нас забрать и Бог не хочет, чтобы мы были несчастными и Бог хочет благословить нашу жизнь таким путем, как мы не можем даже представить и проблема с многими людьми, что они не хотят делать такую инициативу веры они не хотят делать шаг веры потому что что-то рядом с ними слишком дорого для них но духовный принцип в этом если мы держимся за что-то и считаем это более ценным, чем Божья воля то, за что мы держимся оно не принесет нам, на самом деле, удовлетворение, радость и мы, в конце концов, будем жалеть и думать лучше бы я послушался Господа послушание приносит благословение если вы послушны Богу то Он благословит вас потому что это то, что Он радуется, когда Он это делает и не только Он благословит вас и вашу семью но Он также благословит других, через кого Он будет касаться через вас когда вы позволите, чтобы Он работал через вас и многие люди будут благословены и будут благословены я говорил про чудеса и знамения и это также часть евангелизации христиане сегодня начинают это понимать есть как бы обновленный интерес к чудесам и знамениям в Писании когда люди видят чудеса и знамения, когда они видят, что чудо произошло это привлекает их ко Христу и для нас важно понимать, когда мы евангелизируем чтобы мы делали шаги веры и молились за людей и ожидали чудо может быть иногда у нас будет такой страх ну а вдруг ничего не произойдет но а что если произойдет Бог знает, кого исцелить и иногда Он даже ожидает просто ожидает, чтобы сделать чудо Он ждет нас, пока мы сделаем шаг веры и помолимся например, человек, который парализован от рождения и желание Бога исцелить этого человека но то, как Бог делает исцеление Он использует свои сосуды во многих случаях Он использует свои сосуды то есть Он ожидает, что этот человек он просто пойдет и помолится чтобы чудо совершилось и мы даже будем видеть чудеса если мы живем правильно в глазах Божьих если мы живем и ходим непорочно перед Богом и мы сделаем шаг веры и будем молиться о чуде я знаю, что чудеса они будут происходить это часть евангелизации и мы служим великому живому Богу который не изменился Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же и Бог, Он все еще делает чудеса как многие люди верят этому это хорошо мы можем молиться чтобы люди исцелялись и исцеление будет происходить и люди будут исцеляться и спасаться слава Господу я хочу поблагодарить вас за ваше внимание я могу поделиться большим, но время уходит и для тех, кто смотрит нас через интернет несмотря на то, что это слово было больше для верующих если вы там слушаете и смотрите нас знайте, что Бог любит вас очень сильно и для Бога нет проблемы, которые Он не мог бы разрешить и у Бога есть выход для вас лучший путь потому что Он может очень быстро, моментально все изменить пусть Бог благословит вас будьте благословен слава Господу а перед тем, как мы придем к вечере Господней я хочу просто тоже поделиться несколькими вещами то, что Дух Святой говорил здесь, на этом месте то, что Он говорит мне в последнее время вы знаете, мы сейчас счастливые люди кто из вас это понимает? я думаю, что нам нужно откровение о том, что мы на самом деле счастливые люди и мы не такие, как этот человек которого не было выхода и который не знал уже, куда идти и у него единственный выход был прыгнуть вниз когда у нас нет выхода Иисус сказал, я есть дверь у нас есть кому прийти в трудную минуту у нас есть Слово Божие у нас есть обетование Божие у нас есть Иисус есть Дух Святой который с нами всегда и миллионы людей на земле которые не знают об этом вы знаете то, что Доминия говорил спасибо большое об этом Господь говорит мне в последние две недели нам нужно исполнять исполнять Божью волю многие наши сегодняшние трудности через которые мы проходим и проблемы и неотвеченные молитвы из-за того, что мы на самом деле не исполняем Божью волю кто из вас хочет исполнить Божью волю? вы знаете кто из вас молился о том чтобы исполнить Божью волю? или кто молится об этом? но знаете есть одна вещь когда мы молимся и говорим Господь да будет воля Твоя в моей жизни это очень опасная молитва и очень часто Господь не отвечает на нее потому что Он видит в состоянии нашего сердца что мы не способны однажды один молодой человек подошел к Господу и говорит что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную и совсем прямо сказал ты хочешь знать волю? моя воля продай свое богатство раздай его вернее и следуй за мной и он с печалью отошел он не смог принять ее он не смог не был готов принять Божью волю а воля Божья очень четко определена для нас всех на самом деле может быть некоторые слышали сегодня и говорили ну это может быть для пасторова для каких-то тех людей служителей для каждого человека который стал учеником Иисуса Христа это Божья воля когда он призвал учеников он говорит идите проповедуйте Евангелие больных исцеляйте мертвых воскрешайте даром получили даром давайте когда он уходил на небеса перед тем он дал наказ ученикам и в лице учеников всем нам каждому человеку это не для меня нужно не для Доминика не нужно не для Исаии нужно мы здесь Бог поставил нас здесь на этом месте чтобы научить направить снарядить и послать каждого человека чтобы они исполнили Божью волю в том чтобы проповедовать Евангелие научить все народы и он говорит и это делайте до скончания века в этом есть Божья воля вы знаете очень часто наши проблемы в том что мы не хотим исполнять Божью волю и это на самом деле серьезно я буду об этом говорить больше может быть в субботу в моем сердце это горит последний я знаю что Дух Святой нас ведет в этом направлении и нам нужно выйти уже Иисус сказал идите мы не можем ждать чтобы к нам приходили и он даст нам стратегию и не просто с трактатами выходить есть масса путей как Господь может достигнуть этой комьюнити пришло время пришло время но может быть здесь есть люди которые сидят здесь это то что я сидел вот здесь я верю что это от Господа пришло которые говорят да конечно если бы моей жизни было о чем свидетельствовать я сейчас прохожу через трудное время у меня темное время есть такие люди можете не поднимать другу может быть сегодня такая ситуация когда дьявол осуждает в чем-то нас вы знаете осуждение это вообще страшная вещь это наверное самая одна из немногих разрушительных сил которая разрушает настолько что и нашу душу эмоционально и ментально когда оно оно существует а когда оно пребывает когда оно есть в нас я не знаю почему я сегодня об этом говорю может быть те которые нас слушают может те которые сидят сегодня здесь они могут сказать что конечно идти проповедовать идти говорить другим людям а что мне говорить когда у меня вот такой период времени вы знаете у нас есть разные периоды времени в жизни Господь когда-то дал этот закон который существует он касается и природы материального и духовного после того как произошел потоп он говорит отныне лето зима день и ночь свет и тьма не прекратятся может быть сегодня лето у кого-то глубокая зима в душе может быть сегодня кто-то во тьме но вы знаете что Писание об этом говорит что Господь не спит и не бодрствует ни днем ни ночью он с нами всегда он знает наши ситуации он видит наши ситуации и он способен провести нас через эти обстоятельства через которых мы сегодня находимся и вывести нас из состояния осуждения я не знаю почему сегодня я говорю об осуждении может быть это необходимо для людей которые будут смотреть или которые смотрят или которые сидят сегодня здесь но сегодня сейчас мы будем приступать к тому чтобы прикасаться к вечерии Господней и сегодня уже были сказаны эти слова и в молитве и Доминикам что Господь есть наше оправдание вообще этот вопрос которым атакует дьявол всех людей в том чтобы осуждая их когда мы согрешаем или когда мы ошибаемся или когда мы несовершенны или когда мы поступаем неправильно или когда мы постоянно падаем и мы не можем избавиться от чего-то и приходит осуждение и дьявол говорит как же ты можешь говорить как ты можешь молиться как ты можешь поднимать лицо свое к Богу как ты можешь быть смелым как ты можешь быть дерзновейным если у тебя нету праведности а что такое праведность вообще что такое праведность очень серьезная вещь без праведности мы не можем быть Божьим присутствием и этот вопрос который извечно существует среди человечества знаете какая самая древняя книга писания книга Иова и вот там восьмой главе написано что нечестивый не может быть Божьим присутствием но Бог оправдает праведного а Бог там написано немножко по другому смотрите и это конец восьмой главы Иова мы сейчас будем молиться и будем присыпать к вечере видишь Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев и тогда отвечал его и сказал правда знаю что так но как оправдается человек перед Богом как оправдается человек перед Богом как мы можем избавиться от этого осуждения которое очень часто разъедает душу которое стирает чувство мира внутри и приносит беспорядок и опустошение в нашей вере писание говорит праведный наследует землю праведный побеждает все праведный верой жив будет но если приходит осуждение она разрушает нашу веру и вы знаете и если в нашей душе сегодня какая-то тьма слово Божие говорит что Господь продолжает с нами трудиться если мы проходим сегодня через трудное время это как раз время для того чтобы верить и доверяться Богу это время ночи время тьмы время когда ничего не видно и непонятно это время довериться и впасть в Божьи руки вы знаете самые удивительные вещи происходили во тьме была тьма земля была безвидна и пуста и вдруг Бог сказал да будет свет Иаков боролся ночью во тьме и получил новое имя освобождение во время Пасхи происходило когда это происходило ночью если вы читали книгу Гедеона в 7 главе книга судей битва которая победа которую совершил Гедеон она была когда ночью сами говорили даже Иисус придет как тать ночью и поэтому ночь нас не должна есть трудное время брак который дьявол говорит тьма вокруг ничего не видно я буду проходить долину и смертной тени и не убоюсь зла потому что ты со мною даже когда я ничего не виду я знаю что твой жезл и твой посох они успокаивают меня ты есть добрый пастырь и он говорит он он подкрепляет душу мою в английском написано he restores он восстанавливает осуждение сомнение когда мы проходим через трудное время мрак и темноту она нас разрушает нашу душу но он добрый пастырь он восстанавливает ее сегодня время когда всякий раз когда мы приходим сюда это не просто обряды или какой-то обычай это время когда мы можем восстанавливаться подкрепляться утверждаться в нашей вере потому что была пролита кровь Иисуса чтобы его кровь настолько сильна чтобы очистить нас от всякого греха если мы исповедуем если мы провозглашаем это от всякого греха не просто очистить а как Иисайя молился уничтожает этого больше никогда это как будто этого никогда не было вот что означает прощение поэтому осуждение оно не имеет никакого права даже если я сегодня прохожу через долину когда я прохожу через мрачное время через тьму вообще это очень интересно в Писании много написано что Бог действует во тьме кто из вас читал об этом Писание говорит что в последнее время тьма покроет землю а на тобой воссияет солнце правды Аллилуйя придет время ночь когда-то заканчивается все равно приходит время и начинается рассвет это не бесконечно я сегодня не знаю кому я это говорю через что вы сегодня проходите но знаете что там впереди накрытый стол ввиду всех врагов не опускайте ваших рук тьма она прекратится Господь есть свет и Дух Святой он служит нам именно сейчас когда тьма смотрите одно место прочитаем мы будем сейчас молиться 137-й псалом 137-й псалом 7-й 8-й стих если я пойду посреди напасти ты оживишь меня прострешь на ярость врагов моих руку твою и спасет меня десница твоя Господь совершит за меня милость твоя Господи вовек дело рук твоих не останавливай и 11-й 12-й стих 138-й псалом написано так скажу ли может быть тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью но и тьма не затмит от тебя и ночь светла как день как тьма так и свет почему потому что ты со мной Господь потому что была пролита кровь Иисуса Христа была пролита кровь Иисуса Христа через какие бы мы обстоятельства не приходили если осуждение сегодня нас гложет мы можем прямо сейчас или там где вы находитесь вы можете давайте мы встанем сейчас мы можем это сказать перед Господом мы можем принести это перед Господом кровь Иисуса она сильна для того чтобы очистить нас от всякого греха для того чтобы уничтожить пусть Дух Святой сегодня когда мы будем прикоснаться к телу и крови и Господню пусть Дух Святой сегодня производит работу внутри нашего сердца можешь ли ты сегодня сделать шаг веры можешь ли ты сегодня сделать шаг веры чтобы принять праведность которая приходит через Господа можешь ли ты сегодня сделать шаг веры чтобы сказать если даже я сегодня прохожу через через эту чму я знаю что ты не спишь и не подрствуешь я знаю что это время отдастся в твои руки я ничего не вижу но мне нравится Давид этот сильнейший стих он говорит а я знаю что ты со мною почему потому что Бог так сказал если Дух Святой живет в тебе он сказал он тебя не оставит и не покинет ни днем ни ночью ни зимой ни летом ни во тьме ни тогда когда ты во свете аминь и это сегодня пусть Дух Святой утвердит когда мы будем прикасаться к телу и крови Господней Иисус говорит если вы будете есть плоть мою вы будете иметь жизнь и сегодня если уже что-то умирает есть сила воскресшего Иисуса Христа когда мы будем прикасаться давайте мы будем прикасаться с верой коринцевская церковь имела проблему только в том в чем апостол Павел их упрекал потому что для них это была просто еда и питье говорит вы вкушаете вечерю это не значит что вы ее вкушаете потому что у вас есть дома чтобы есть и пить но вы должны рассуждать и с верой прикасаться какая бы ни была у нас сегодня нужна и проблема здесь решение проблем для этого было пролито кровь Иисуса для этого Иисуса дал свою жизнь сегодня осуждение гложет тебе противостание исповедуй свой грех исповедуй еще раз Господь не отвергает исповедуй его отвергни его сегодня прими верой прощения и прикасаясь к телу и крови прими очищение верой если сегодня сомнения если сегодня неуверенность если сегодня еще какая-то проблема здесь все решение пусть Господь укрепит сегодня нашу веру Господь мы стоим перед тобой в твоем присутствии мы благодарим тебя за то что мы на самом деле счастливейшие люди на земле и нам есть кому прийти мы сегодня приходим к престолу твоей благодати ты сказал приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать посредство единого Иисуса Христа и поэтому мы сегодня стоим перед тобой Господь с нашими руками и простертыми к тебе и мы сегодня принимаем верой этот дар праведности и благодать это благодать которая перед нами ты пролил все чтобы совершить обмен мы сегодня принимаем это верой Господь чтобы восполнить всякий мой недостаток и мою нужду сегодня все в чем я нуждаюсь я сегодня принимаю верой ответ я принимаю сегодня эту благодать и дар праведности во имя Иисуса Христа я противостою всякому осуждению Я противостою всякому неверию. Я противостою сегодня всякому сомнению во имя Иисуса. Я избираю верить Господу. Все, что Господь обещал, Он исполнит. И если я сегодня прохожу через тьму, я благодарю Тебя, что завтра придет рассвет. Я благодарю Тебя, что накрытый стол. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеление, за спасение моего дома, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. И поэтому я противостою всяким дьявольским атакам сегодня, всякому неверию, всякому сомнению во имя Иисуса Христа, всякому осуждению дьявола. Я сегодня благодарю за смерть Иисуса Христа. Я благодарю за то, что была совершена эта жертва, за то, что был совершен этот обмен. Я сегодня принимаю верой во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твое ломимое тело, которое было ломимо для того, чтобы ранами Твоими я бы исцелился. Оно было ломимо, Господь, когда Тебе забивали руки, гвозди в руки, ноги. Оно было ломимо, Господь, когда над Тобой издевались. Оно было ломимо, когда плевали Тебе в лицо, когда били Тебе по щекам. Оно было ломимо, Господь, для того, чтобы сегодня я мог получить исцеление, для того, чтобы мог получить оправдание. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Благодарю Тебя за Твою драгоценную кровь, которую Ты пролил. Каждая капелька Твоей крови, Господь. Я благодарю Тебя за то, что одной этой капельки более чем достаточно, чтобы очистить грехи всего мира, Господь. Я сегодня верой прихожу к Тебе. Прости нас, Господь. Прости нас за всякий наш грех, Господь. Прости, Господь, за всякое наше согрешение. Прости, Господь, за мое... Можете говорить прямо Господу сейчас то, что Вас беспокоит, или Ваши трудные, или Ваши какие-то запинающие грехи, повторяющиеся. Сегодня время прикоснуться к силе Божией, силе воскресения, верой, Господь. Избавь нас от этого. Зажги Твой огонь, Господь, чтобы мы могли исполнить Твою волю, Господь, воистину, Господь, чтобы ничто не могло препятствовать. И мы сегодня, Господь, принимаем, Господь, Твою праведность. Праведность. Апостол Павел сказал, а приемлющие, принимающие праведность будут царствовать посредством единого Иисуса Христа. Царями с этими коронами. Это не значит сидеть и ничего не делать, царствовать над проблемами, царствовать над трудностями, царствовать над обстоятельствами, царствовать те, которые принимают дар праведности. Я несовершенный, да, но для этого была пролита кровь Иисуса Христа. Может быть, кто-то говорит, я, конечно, не такой, как некоторые другие, вот они, а я-то кто? Дорогие мои, Исайя, Бог говорит через Исайя, очень интересное место, 60-й главе пророка Исайя и 64-й главе. В 6-м стихе он говорит, наша праведность, как запачканная одежда. В оригинальной, возьмите, на украинском языке написано, наша праведность, как заплямована месячным одежда. Это меняет смысл. Грязную одежду видно, но, я извиняюсь, но там так написано в Писании. Если запачканная, когда у женщины месячные, запачканная, она не видна снаружи. Она не видна, и у многих людей они такие праведные снаружи. Но наша человеческая праведность, наружная она, внутренняя, Писания говорит, она вот такая. Как человек оправдается перед Богом через драгоценную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Халлелуя. Господь, мы благодарим Тебя, мы с верой сегодня принимаем, Господь, этот дар праведности, Господь, и эту благодать, Господь, чтобы восполнить всякую нашу нужду во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы будем по одному подходить. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Послушайте, мы часто концентрируемся на, когда мы принимаем вечерю Господню, на то, что это принесет благо нам. И это правильно. Но это не только для нас. В данном случае, в контексте того, что мы сегодня слышали, только что прозвучала песня, это первая глава пророка Исаия. Прозвучала раньше проповедь. И эта песня, это вечеря, эти слова соединяют вместе. Говорит так. Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok от всякого греха, от всякого осуждения. Но это не только для нас. Потому что в Божьем сердце намного больше он. Оставляет 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. А идет, его сердце направлено к этому погибающему миру. Поэтому давайте мы сегодня в контексте этой сферы примем. Примем наше оправдание, нашу праведность через жертву Иисуса Христа. Вернее, Его праведность. И эту благодать для того, чтобы мы были способны исполнить Его волю. Он говорит «Идите, спасайте угнетенного, освобождайте. Идите, проповедуйте Евангелие». Исполните Мою волю, и будете вкушать благо земли. Аминь. Сегодня прекрасное время. На всяком месте мы можем это делать. Где мы? В трамвае, в троллейбусе, в соседии. Лето. Сегодня прекрасное время наступает для того, чтобы говорить о Господе. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя еще раз. И мы сегодня принимаем с верой, Господь. Твою праведность и эта обилие благодати. Не только просто для того, чтобы мы имели. Ты сказал, даром получили, даром давайте. Мы хотим дать это дальше для других людей. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Халлелуя. Ну что, счастливые люди, давайте Господу отдадим большую славу. Халлелуя. Если здесь есть люди, которые, может быть, никогда не принимали Господа в свое сердце, и вы хотели бы свою жизнь посвятить Богу, это время. Сегодня время, сегодня этот момент, когда вы можете свое сердце отдать Господу. потому что без Бога нет жизни. Каждый, многие из нас здесь это узнали. Бога недостаточно верить своим разумом. Бог хочет поселиться в нашем сердце, и Он никогда не уходит. Многие, вот очень многие люди, и, наверное, вы когда-то, кто из вас говорил когда-то такую фразу, «У меня Бог в душе». Вы знаете, Бог не хочет жить в душе, Он хочет войти в наше сердце и полностью в нашу жизнь. И Он не приходит ни в какую душу просто так. Он приходит всякий, кто призовет имя Господня, написано, спасется. Всякий, кто призовет и скажет, «Господи, приди в мою жизнь, и приди в мое сердце», тогда только Бог приходит в его сердце, в его жизнь, в его дух и душу. Вот почему мы и призваны проповедовать, и говорить другим людям, и приводить людей к тому, чтобы они призвали имя Бога. Мы не можем вложить в людей веру. Мы не можем людям это дать. Вера – это Божий дар, тогда, когда человек, открывая свое сердце, говорит, «Я грешник, я нуждаюсь в тебе, я прошу тебя, вводи в мою жизнь». И тогда происходит вот это чудо, рождение свыше, происходит чудо, когда Бог приходит, и вдруг все становится ясным. Многие из вас это пережили. Если есть такие люди, вы можете сделать это прямо сейчас. Мы еще, может, подождем несколько секунд. Если нет, благословляйте друг друга, обнимите минимум пять человек сегодня. Минимум пять человек. Благословите, скажите доброе слово благословения. Пусть мир Божий шалом будет с вами. Продолжение следует... Продолжение следует...